Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос и попробуем понять, как вам быть. У меня проблемы с самооценкой и обилием комплексов. Я очень уверен в себе и всегда сомневаюсь в правильности моего выбора. Могу выбирать что-то для ужаса простое, какого цвета будет та или иная покупка. Например, целый час на день с собой я придумываю разные сценарии в своей голове, где веду себя уверенно и круто. В этих фантазиях у меня много друзей и поддержка родителей, но когда я вырываюсь от мира грёв, осознаюсь, что в реальности всё не так. Я осознаю свои внешности, своего роста и веса. Боюсь фотографироваться дома в зеркало. Я выгляжу достаточно миловидно и красиво, но как только я выхожу из дома, мне начинает казаться, что я выгляжу безобразно. Все оборачиваются и сплетничьи добавлены. Старалась как-то исправить ситуации, аформации, споры и занятия чем-то новым, ничего не происходит. Из-за этого опускаю руки, перестаю что-либо делать, из-за этого чувствую вину и тревогу. Хочу быть уверенным в себе и своей внешности, так как иду на профессию, в которой неуверенных просто затопчут. Помогите, пожалуйста. Я так понимаю, Таисия. Да, вас зовут? Вот первый мой вопрос к вам будет такой. А почему Таиса? Почему не Таисия? Если я правильно помню имя, то помню имя Таисия. Видите, называется себя Таисий. То есть вы вот в этом смысле как будто бы позиционируете себя как ребенок до сих пор, как будто бы ребенок. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, о чем хочется сказать. Да, есть очень сильное недоверие в себе. Вот, вследствие чего вы стараетесь ориентироваться, собственно, на какие-то внешние идеалы, да, на какие-то внешние ориентиры. Вот. И вам это само собой не помогает, потому что эти ориентиры могут подходить одним людям, но могут не подходить другим людям. Что, в принципе, нормально, логично. Вот. И ваша ситуация, она вот в этом смысле именно такая. Но в основе этого конечно лежит то, что вы пытаетесь быть хорошим. Когда человек пытается быть хорошим, когда человек пытается быть удобным, когда человек пытается как-то вот уменьшиться, да, психологически сказать, меньше. Он вот скатывается вот в это вот то, что вы описываете. Вы очень хорошо подметили, что когда вы ничего не делаете, вы чувствуете вину и тревогу. То есть вы должны что-то делать. Вот. То, что вы должны что-то делать, свидетельствует о некоторой несвободе в выборе своей деятельности, а некоторой несвободе в, ну, распоряжении своими ресурсами, да, своими силами. Вот. И, соответственно, именно с виной и тревогой нужно работать. Вы говорите, что чувствуете себя безобразной, вы говорите, что все будут на вас оборачиваться. Вот. Ну, что как не внутренний ваш негатив, да, с одной стороны. И желание чем-то возвещаться и чему-то отдавать свое предпочтение с другой стороны. Вот давайте мы, я думаю, что проще всего будет начать здесь с вины. Вот перед кем вы чувствуете вину. Да. И, эээ, как именно этот человек вас обменял, и что вы чувствовали, когда он вас винил. и чувствуете в настоящее время, когда это, например, проговаривает. Вам можно помочь, да и все, но это психотерапия. И я бы не сказал, что это психотерапия быстро. Вот. И комплекс, эта наценка прорабатывается постепенно. Вот. Поэтому рассчитывайте на психотерапию регулярную с психологом для реального решения проблемы, если вас это интересует. Конечно. Вот. У меня нет такого ощущения, что вот та профессия, которую вы выбрали, она ваша. У меня нет ощущения. У меня есть ощущение, что вы делаете это по большим, потому что надо. У меня есть ощущение, что вы делаете это по той вот причине, что должны, а вот что вы сами хотите. Не очень, а вообще не понятно. И вот если вы сейчас будете делать то, что вы хотите, если вы сейчас, ну вот просто позволите себе как-то вот направить, да, свои русла, свое внимание, свои силы, свои ресурсы. А вот направление того, что вам лично нравится, то, на мой взгляд, ситуация будет такова, что вы почувствуете вину. И каждый раз, когда вы вот сталкиваетесь, соприкасаетесь с тем, что вы хотите, вы скорее всего испытываете вину. Вот. Потому что вы запрещаете себе чего-то хотеть. То, что может быть, что все, что вы себя окружили, в том числе это на оценках, это вот то, что у вас должно быть, но не то, чего вы хотите. Поэтому начал бы я вот с этого, чего же вы вообще хотите, да, и как получается так, что когда вот вы сталкиваетесь с тем, что вы чего-то хотите, вы чувствуете вину, что я не должна, что это неправильно, это плохо, да. Вот. Может быть, какой-то другой человек плохой. Может быть, кто-то другой, по вашему мнению, поступает. Плохо. Может быть, вы кого-то не одобряете. Может быть, вы кого-то осуждаете. Вот. Как часто вы занимаетесь вот таким, на мой взгляд, не часто. Совсем не часто. Ага, то, что вам это хочется, это, на мой взгляд, совершенно очевидный момент здесь. Вот. Поэтому вы говорите, что вы хотите быть уверенным в себе и в своей внешности. Ну, так не бывает. Уверенный в себе человек, это человек не самый приятный. Знаете, вот говорят самоуверенность, да. Вот. Тут не в уверенности дело, а в том, чтобы доверять себе. Вот. Чтобы слышать себя то, что вы хотите. Чтобы, ну, сомневаться, в сомнениях ничего плохого нет. Но, чтобы сомнения были, как некий такой, знаете, ну, маркер того, что вы идете в верном направлении. А не сбились с пути. Это первое. Второе. Делайте неуверенность в себе и в вашей внешности. А в том, зачем, для чего вы это делаете, почему вы это делаете, понимаете. И, на мой взгляд, на данный момент, я боюсь, что ваша профессия вам не интересна. Потому что вы думаете о внешности и о, собственно, уверенности в себе. Когда человек увлечен чем-то, его не особо заботят такие вещи. Когда человек понимает, чувствует, знает куда и зачем он идет, он не думает о том, как он выглядит. Вот. Он идет, потому что он охвачен, вот, увлечен мотивом. А у нас увлеченности мотива с мотивом нет. И это нормально, потому что вы просто хотите быть хорошим. Просто хотите, вот, одобрения. Вот вы пишите, что у меня много друзей и поддержка родителей. Да? Вот подумайте, откуда проистекают такие фантазии. Поддержка родителей в чем? Почему именно родители? В чем нам тяжело? Вы хотите их одобрения? Видите ли, когда человек хочет одобрения, он, вероятно, с одной стороны, несколько вот сам как-то не принимает своих родителей, хотя хотел бы. С другой стороны, ему тяжело. Нужна поддержка. А поддержка в чем? В чем, в чем нужна поддержка? Вот. Ну и друзья тоже. Друзья что-то должны вас подчеркнуть, выделить. Вот. Интересно было бы увидеть, что именно. Да? Вот, что именно, какую роль, функцию берут на себя друзья. Вот. Есть такое ощущение, да, что вот и родители, и друзья, они вам должны дать что-то. Слушай, а чего хочется дать вам? Вот. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что я могу дать людям? Именно дать. Поделиться. Не оторвать. Не вырвать от себя. Не через жертву. Не через мучения. Свободно. Свободно. Спокойно. Легко. Попробуйте задать себе этот вопрос. Вот. Я думаю, что он будет не бесполезным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Удачи. Да.